Первый грех, который есть у человека, который живет в нашей жизни. Этот грех, я его называю специально таким словом, для того, чтобы можно было его очень легко идентифицировать. Грех несчастной жизни или грех, приводящий человека к несчастной жизни, это грех безделья. Вы представляете, я считаю это основным грехом человечества. Я считаю, что безделье, которым занимается человек, оно необъяснимо, что я называю бездельем и как с этим бороться. Я считаю, что если человек не созидает, ничего не пишет, не занимается самообразованием, если человек не созидает, не изготавливает, не предпринимает, не обучается, не убирает, то есть не делает то, что называется строительство или созидание, он должен либо отдыхать, либо чем-то заниматься. Бездельничество, что это такое? Это когда человек преднамеренно ничем не занимается. Как происходит бездельничество? Это когда человек может находиться возле ноутбука и в течение двух часов просто щелкать между Фейсбуком и Ютубом, между Ютубом и Контактом, между Контактом и Одноклассником, между Одноклассником и Фейсбуком, между Фейсбуком и Ютубом, между Ютубом и Одноклассниками, между Одноклассниками и Фейсбуком. И это я называю бездельничеством. Дальше. Человек бездельничает, когда он не смотрит кино, вдумываясь в то, что показывает, а просто лежит на диване, то палец грызет, то еще чем-то занимается. Я считаю, что человеку ничего не делания не должно быть разрешено. Человек может либо отдыхать, когда я говорю отдыхать, я подразумеваю спать, либо обучаться. Когда я говорю обучаться, это человек, который даже смотрит видеофильм какой-нибудь, и в этот момент, когда он смотрит, он чему-либо обучается, анализирует, обучается, смотрит, запоминает, что-то делает. Все остальное забирает у человека его жизнь. Я считаю, тратить жизнь на то, чтобы ничего не строить или не создавать никакие выводы в жизни, я считаю, что этого делать ни в коем случае человеку нельзя. Я противник бездельничества, я не понимаю слово «мне скучно», я не понимаю слово «нечего мне чем заняться», я такого не понимаю. Потому что когда есть свободное время, можно читать мантру, если есть свободное время, можно спать, если есть свободное время, можно помогать по семье, убирать, можно заниматься саморазвитием, можно что-то читать, нужно что-то предпринимать, А не просто ходить, задумчиво смотреть вдаль и находить для себя работу, которая работой не является. Ну, наверное, не стоит даже рассказывать, что я имею в виду. Так человек, который занимается бездельничеством, в дальнейшем переходит в фазу тех людей, которым в жизни не везет. Я могу сделать свой вывод. Мой вывод звучит так. Вы знаете, большинство людей страдают от того, что они бездельники. Я сегодня этих людей увидел в ресторане. Я видел взрослых мужчин, которые сидели за столом. Они три часа выпивали алкоголь. Сначала мы зашли, я зашел в час дня, и после этого, спустя три часа, зашел со своей женой покушать туда. Где заметил этих же мужчин, которые, будучи в возрасте 40 лет, допивали по третьему стакану пива. Это в будний-то день. И о чем они говорили? Они говорили ни о чем. То есть они говорили о машинах, о политике, они говорили еще о чем-то. После этого, естественно, очень сильно они напьются. И, скорее всего, их встреча была очень важной. В моей жизни часто в свое время появлялись такие люди, которые создавали большое количество движения. То есть это люди, которые садились в машину, куда-то ехали. Обязательно с кем-то встречались. Обязательно с кем-то о чем-то говорили. Придумывали какие-то идеи. И после этого я могу сказать, что они были бездельниками. Почему? Потому что у них ничего не получалось. Из-за чего? Потому что для того, чтобы что-либо получалось, они должны были развиваться. А для того, чтобы развиваться, бездельничество мешает. А так они находили повод для того, чтобы где-то с кем-то встретиться, что-то обсудить. И запросто подскакивали в случае, если кто-то говорил, у меня есть дело, давай встретимся. Так один бездельник звонил другому бездельнику, говорил, у меня есть дело, давай вместе будем бездельничать. После этого они собирались и начинали бездельничать. И в итоге у них ничего не получалось. Конечно же, я в дальнейшем получал такие письма. Андрей Андреевич, у меня ничего не получается. Я со многими встречаюсь, очень много всего обсуждаю. Подобное притягивает подобное. Так один бездельник притянул другого бездельника, для того, чтобы вместе бездельничать. И после этого вместе бездельничать за умным разговором. Правильно? То есть что происходит? Ничего. И после этого, Андрей Андреевич, может эзотерика поможет? Чему? Быть бездельником для этого эзотерика не поможет. Естественно, когда человек говорит, а что же мне делать? Что угодно. Человек должен в себе найти возможности быть не бездельником. Когда у меня есть свободное время, я пытаюсь быть созидательным и пытаюсь что-либо строить для себя. Я пишу книги, пишу стихи, рисую, если вообще не о чем заняться. Если я не выпиваю, то сплю. А если выпиваю, то тоже засыпаю. Если я начинаю отдыхать, то это обычно танцы с детьми, игры или спорт какой-нибудь, который я пытаюсь созидающим образом. Зачем я это все говорю? Сегодня утром я встречался с человеком. Это человек, один из самых богатых людей на территории Украины. Он был богатым, его родители были богатыми, он всегда будет богатым. Я так предполагаю, что с его деньгами его дети еще в нескольких поколениях будут тоже богатыми. Ему все равно, кто будет у власти. Это на него совершенно никак не действует. Были белые, черные и красные, они всегда были богатыми и будет в дальнейшем. На мой вопрос, чем он занимается, он говорит, Андрей Андреевич, у меня такое большое количество работы, я все время чем-то занят. Он говорит, мой отец был трудяга, он все время был чем-то занят. Мать моя трудяга, она все время чем-то занимается. Я трудяга, я говорю, ну а чем вы будете сегодня конкретно? Он говорит, ну у меня куча забот. Я хочу поехать в дом, посмотреть, как они его там ремонтируют, потому что он хочет переезжать в другой дом. Плюс у меня выбор персонала, там мы чары приготовили ему с кем-то там пообщаться, он с этими будет людьми. И он говорит, у меня расписан весь день, причем расписан очень в плотном графике, и свободного времени нет совершенно. Он говорит, я в этом графике живу постоянно, у меня нет свободного времени, я постоянно чем-то занят. Я говорю, ну а когда свободная минута? У вас бывает свободная минута? Он говорит, я посвящаю своей семье. Я ему сегодня задавал вопрос этот, у вас бывает такое, что вы просто бездельничаете? На что он мне ответил, нет, бездельничают люди другого формата. Бездельничают люди, которые умудрились своровать, бездельничают люди, которым повезло, и они воруют сейчас. Бездельничают те, кто только пришел и только начал воровать, они еще могут бездельничать. Хотя я могу тоже поспорить, почему. Есть очень хорошая пословица, говорят, что вор без работы не бывает. Знаете, у него всегда есть работа. Поэтому даже у вора всегда есть чем заняться. Почему? Потому что он без работы не бывает, у него всегда есть работа. Это турецкая пословица такая. Именно поэтому я хочу сказать, что люди, которые опускаются, или люди, которые сдвигаются по лестнице, скорее всего, социальной, это люди, которые плавно, не понимая сами для себя, их начинает засасывать канал бездельничества. То есть это поточить ногти, расчесать волосы, повыдавливать прыщи, полежать в ванной, ничего не поделать, или делать какую-то работу, которая ничего не созидает. То есть что, по моему мнению, бездельничество? Это когда ничего не происходит, ничего не созидается, ничего не делается, ума не добавляется, здоровья не добавляется, а что-то исчезает. Что обычно исчезает? Время-жизнь. То есть если человек начинает тратить свою жизнь на то, чтобы ничего не приобретать, это в дальнейшем может привести его к тому, что он будет не очень хорошо чувствовать себя в жизни. Второе, что мешает человеку в нашей жизни, я хочу эти слова сказать, все-таки еще раз повторить, очень часто людям мешает пьянство. Люди просто не понимают, что каждый раз, когда мы расслабляемся и выпиваем алкоголь, то мы снижаем свои тона. Когда человек выпивает, он должен поставить тире и написать, когда я выпиваю, я становлюсь невезучим. Дело в том, что это основа нашей жизни. Люди, которые достигают богатства, или люди, которые управляют другими людьми, они обычно прививают этим людям возможность выпивать алкоголь. Почему? Когда человек выпивает алкоголь, он становится немножечко бессовестным, у этого человека появляются немножечко бесчеловечные идеи, и плавно этот человек опускается. Когда человек выпивает долго, он становится не таким быстрым, его сознание не становится, наоборот, становится более медлительным. Я понимаю, что каждому человеку необходимо расслабляться. Я не призываю к тому, чтобы люди бросали алкоголь. Я говорю о том, что алкоголь может присутствовать у человека, если он создает хорошие условия фона для отдыха, то есть это один бокал вина или два бокала вина вечером в кругу семьи. Я совершенно противник того, что люди, имея семьи, встречаются с другими людьми для того, чтобы выпивать. Я считаю, что будущего нет у людей, которые, имея жену, ездят в клубы или на дискотеке, или имея мужа, встречаются с подругами, с которыми они выпивают. Будущего у таких людей обычно не бывает. Это не чтение лекции просто. Я могу сказать вам, что это один из тех путей, которые приводят человека к тому, что он даже сам не будет понимать, как станет бедным и несчастным человеком. Я в своей жизни не видел еще ни одного наркомана очень богатого, не видел ни одного алкоголика, ежедневно принимающего алкоголь богатым человеком, не видел ни одного успешного бизнесмена, который бы состоялся. Хотя были такие люди, которые, будучи успешными бизнесменами, принимали алкоголь, ходили к проституткам, я этих людей знал. Прошло какое-то время, сейчас они находятся на выжженной территории. Я могу сказать, что будущего у них не просматривается. Во всяком случае, тот шанс, который у них был, когда они могли отложить или когда они могли сберечь, он бесконечно утерян. Таким образом, я могу вам сказать... Вообще, помните, есть такие эзотерические правила. Вот как есть правило, после того, когда руки умываете, никогда с них воду не сбрызгивать. То есть, если вы помыли руки, вот так не делайте. Никогда не делайте, а то денег не будет. Нужно... Удача уходит. Удача уходит, да. Человеку перестают вести. Нужно обязательно вытирать полотенцем. Даже врачи это знают, что если вот так сделать перед тем, как ты придешь, помоешь руки и подойдешь к пациенту, если вот так руками сделать, то обязательно операция у тебя не удастся хорошо. Поэтому обязательно держат вот так вверх, для того, чтобы ни одна капля с рук не упала. Естественно, могу сказать, что в этом есть доля правдивости. Есть такие правила. Первое правило. Если у вас есть подчиненный, никогда не принимайте алкоголь с подчиненными. Почему? Это автоматически вас переводит в статус друга, и это автоматически даст возможность у этого человека когда-либо вас обмануть. Пить алкоголь необходимо только с теми людьми, которые вы искренне любите, или пить алкоголь необходимо только в том случае, если рядом с вами находится хоть один член вашей семьи. В случае, если рядом нет ни одного члена вашей семьи, то вас никто не сможет остановить, и в дальнейшем, скорее всего, сможет скомпрометировать. В моей жизни была история, когда человек потерял свою должность, потому что был скомпрометирован только на том формате, что плохо себя вел в идеально пьяном состоянии. Как скомпрометировал? Потому что пьяный человек ведет себя, не контролируя свои поступки. Естественно, он ничего плохого сделать не хотел, а вот скомпрометировать себя смог. После этого его на протяжении нескольких лет шантажировали, и после этого лишили работы. Потому что те, кто шантажировал, все равно достиг того, что желали. И это была такая история с очень высокопоставленным чиновником. Дальше, люди, я вас убеждаю, ни в коем случае не фантазировать. Я хочу вам сказать, если у вас есть фантазии, делайте эти фантазии. Я даже могу сказать, что не нужно фантазировать, фантазии – это нехорошо для человека. Вы должны понять, фантазии уводят человека в пропасть. Я понимаю программы, это когда человек говорит, скоро у меня это появится, и после этого ставит программу. Но когда человек фантазирует, и это будет, и это, и вот так оно будет, и вот так, и это считает программа, и считает правильно, так могу вам сказать, этого не произойдет никогда. Почему? Фантазия – это один из элементов, который не дает человеку создать правильный путь движения в вашей жизни к намеченным задачам или намеченным целям. Когда человек говорит, а если у меня никаких задач и целей нет, я могу вам сказать сегодня, я скорее всего скажу, что сделать, чтобы они появились. Когда у человека нет задачи, нет целей, он не знает, к чему ему стремиться, ему необходимо иметь желание быть прославленным или известным. Кто вам мешает становиться прославленными или известными людьми? Человек должен над этим работать. Дело в том, что выросший эгоизм внутренний, он помогает человеку чувствовать себя потом состоявшимся. Дело в том, что это одно из условий нашей жизни. Одно из условий нашей жизни – это стремление к чему-то большему, и когда уже ничего не нужно, человек должен хотеть славы или известности, или успеха в этом направлении. Поэтому я очень рекомендую, чем бы вы ни занимались, старайтесь в этом направлении прославиться, или быть людьми, которые станут очень известными в этом направлении. Слава богу, сейчас хватает интернета. Естественно, если вы занимаетесь там пошивом, к вам приходят клиенты, и вы просто шьете, не забывайте об одном условии нашей жизни, о том, что вам необходимо прославиться. Каким образом вы должны это сделать? Снимайте мини-видео, делайте так, чтобы у вас это шло в Ютубе, не делайте ничего для того, даже чтобы там с Ютуба вам кто-то писал и так далее. Почему? Одна из особенностей материального роста заключается в том, что человек обретает славу. Вы представляете, славу. Когда я в свое время начал просматривать духовных людей, которые изображены на иконах, у меня все время возникала такая идея. Я думал, почему у них нимбы над головой, что эти нимбы обозначают, и что же это такое. И оказалось, когда я начал замечать нимбы у людей, когда Путина награждали очередным званием Героя Российской Федерации, когда Героя Российской Федерации назначали или чем-то награждали, я начал замечать, что у этих людей есть нимбы. Нимбы, как у настоящих святых. Но я могу сказать вам, что эти люди точно не святые. То есть генералы армии не святые, полковники какие-то, разведки, они точно не святые люди. Естественно, вообще не святые. Тем не менее, будучи человеком ясновидящим, я видел, как вокруг их голов появляются вот такие нимбы. И я понял, это нимбы их известности. Таким образом, человек, двигающийся к известности, он стремится к тому, чтобы не столько прославиться, сколько стать материально более успешным человеком. Вы представляете, с начала обретения известности. Так Коко Шанель изменила свое имя на Коко специально, потому что в кругах не совсем хороших женщин она была популярной. И очень долгое время жила на иждивении других мужчин, пользуясь бесконечным спросом на себя, собственно, наверное, можно сказать. Таким образом, изменив свое имя, она стала очень популярна в кругу буржуазии. При этом ее знали как женщину не совсем хорошего поведения, живущей на иждивении бесконечных любовников, которые у нее были. И в дальнейшем она стала известна. Вначале в этих кругах, после этого выпустив бренд, начала становиться известными в виде бренда и так далее. Но что же было? Была на первом месте известность. Продолжение следует...